Это гималайская куртка. Олдскульно выглядит. Мастерская. У Альфреда Эйнштейна. Картина 750. Алихея, здорово, скажи. Киберпанк. Андеграундный Ляпциг. То есть такого в Гамбурге вы не встретите. Макса, слышно? Меня слышно? Мы можем продолжать нашу экскурсию. Но где вы еще, кроме как в Ляпциге, найдете такие натуральные, легкие, простые лофты, которые абсолютно вписываются в архитектуру города, в атмосферу, в настроение людей, где можно просто прийти, отдохнуть, посидеть на скамейке. И все это без понтов. Все это легко, все это просто. Алексей, куда мы попали? Магазин такого прикольного антиквариата. Недавно мы были на Берлинском, в Блашином рынке, а сейчас... Совершенно другое. Вот это типичное ГДРовское такое. Такие лампы крашеные, то есть, с кислором краски. Ну, твои впечатления, это как выглядит? Очень интересно. Я бы такого не покупал бы, но посмотри будет. А запахи, ощущения, впечатлений? Ну, приятно пахнет стариной. Грыж 30 евро, это дорого, это к Максу. Это же настоящая пластинка, это лучшие хиты. А что за группа? Foo Fighters, ну, рокеры. Дело в том, что качество на пластинках лучше, чем на CD-шках даже. Звук чище. Коврик для намаза или зимнюю шерстяную курточку. У тебя, кстати, такая была, по-моему. Да, я ее бате отдал, потому что... Такое все старое, но не элитное, а простое. И стоит денег. Ну, вот по ценам тогда они... А что, 22 за такую миску? 22 евро. Такая миссия. Это недорого. Из керамики. Недорого? Леша говорит, это нормально. Нормально. 125 евро за такую деревянную бадью. Ух ты! Вау! Арабат. Вот это вообще раритет. Он, наверное, стоит, мне кажется, 150 евро. Это сколько им стоит? Реально, видишь, как я оценил 150 евро. За бесплатно обновил пластинки винильного магазина. Леша, вот смотри, что-то с СССР. Геннадий Рождественский. О, СССР, СССР, где СССР? Быстро ищем. Показывай. Чайковский. Чайковский. А почему не Чайковский? А, мелодия. О, нифига себе. Мелодия. Оркестр российского, не, советского радио. Геннадий Рождественский. Сверху закрыт. Как жалко. Какая, смотрите, классная лестница. Наверх, к сожалению, я не смогу подняться и показать. А здесь, в загашниках, посмотрите, что есть. Алексей, быстрее сюда оценивать. Быстрее оценивать. Это, о, вот это припрятали в самые сокрома. Это сокровищница этого магазина, наверное. Это магазин или это музей? Или это магазин-музей? Мы так и не поняли. Сготовлена по лицензии фирмы Великобритания. Нормальная. Смотри, нулевая, вообще нулевая. Варкли изготовили пластинку вообще. Макс, ну что надо, дорогие телезрители и наши радиослушатели, вот если вам реально нечем заняться в Германии, купите себе проигрыватель для пластинок. Потому что в интернете здесь скачивать опасно. Те здания, которые были, принадлежали военным, сегодня в Германии отдаются под художников. И вот художники своими всякими усилиями где-то ищут на барахолках всякие скамейки с вокзалов. Старые притоны. Где-то это все находится. И вот выставляют здесь. А видимо потом это люди из музеев приходят и покупают. Вот смотри, кому нужен вот такой ящик за 200 евро. Ну блин, мы явно не купим. Он отреставрированный, по-моему, дно. Ну а у нас еще не. И нам как-то промасливый. Ну по-любому да. То есть это должен быть какой-то заинтересованный из музея человек. Вот какой-то ящик военный вообще. Стоит 65 евро. Вообще. Ну все выглядит очень круто. Здесь, смотрите, даже 25 килограмм вмещает Латвия. Вот. 40 евро. Короче, здесь ребята. Здесь, смотрите, караедами и стол изъеден. Они его подшлифовали, еще сделали. Покрасили лаком. В итоге он выглядит как, типа презентабельный дизайн такой. Поздно. Прям поближе. И шары тоже. Ты такой в жизни. Просто это вот потрогать, это уже счастье. Кожаные мячи баскетбольные. Думаешь, это баскетбол мячи? Нет, Макс, это кожаные тыквы. Писачница в покрышке от кировца. И немного искусства, конечно, здесь также есть. Алексей перется по этим. Мне просто нравятся вот эти вот советские выключатели. Они просто туда-сюда щелкают. И вот эти вот советские розетки. Это же просто удовольствие потрогать все. Коляска вообще 20-х годов. Если это не декорация просто. Хотя, наверное, действительно когда-то была коляска. Но сделана как настоящая коляска. Может, детская игрушка? Детская игрушка. Ну, может, детская игрушка, или декорация. Смотри, какая ручка. Ручка классная. Ухоженный советский стол. И что он стоит? Нет, бесценный. Бесценный. Он бесценный, да. Что написано? Нижний. Ну, немецкий. ГДРовский. Ну вот, получается, мы сегодня увидели, стали свидетелями того, как современное поколение бывшего ГДРовского города относится со своим наследием. И это выглядит так. В принципе, с уважением и с капиталистическим умыслом. Вот такое здесь местечко. Есть несколько модных магазинов с пластинками. Больше всего, конечно, впечатляет этот магазин с ГДРовской старой, итальянской старой мебелью. Вот. Но граффити, граффити это вообще что-то особенное. В Лейпциге свои особенные такие, эти самые, bubble style граффити, которые, не знаю, очень отсылают к old school. Да, вообще, в принципе, это вот, 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 видите, 2020 год. Два года назад исполнено, и оно такое, достаточно олдскульного вида. Ну, вот, как бы, на самом деле, мне кажется, ну, в России, наверное, сейчас таких не встретить. Но, вот, тем не менее, люди рисуют в таком вот стиле. И по граффити можно оценивать мировосприятие людей. Ощущение свободы, легкости, свежего воздуха, искусства, непринужденности. Прикольная обстановка такая, это самое, неформальная, тусовочная. Здесь по-любому, здесь вот, да, проводят эти самые кинопоказы. Вот наверху есть экран, он опускается. Затем здесь под навесом кресло. И зрители могут сидеть и смотреть кино. Вообще прикольно, да, то есть можно организовывать фестивали. Здесь кинопоказы с обсуждением фильмов. И это все в 10 минутах от центра Лейпцига. От старого средневекового центра с барочными домами. И домами, которые не похожи на другие немецкие города. И вот это все вот такая уже неформальная современная культура. Посреди Лейпцига мы обнаружили такой раритет, который мы даже не встречали в магазине антиквариата. Причем этот антиквариат, раритет, еще и на ходу. Лада. Пятерочка. Легенда мотостроения. Мопед Симпсон 50 кубов. Эндуро. Смотри, с отверткой в руле. Это чтобы на ходу его чинить. А, это зажигание, наверное. Отвертка это зажигание. Ну, короче, за такой мопед, поддержанный, еще и тысячу евро отдашь. Что в Дрездене? Галерея в Дрездене. Какая? Вот не знаю. Говорят, хорошая. Дрезденская. Субтитры сделал Dکercats Продолжение следует...